Играешь спокойно себе в контру на любимом сервере и бац, спустя раунд после захода в игру тебя кикает сервера с ошибкой Reliable Channel Overflow. Вот и ты бесишься, потому что случается это уже скорее всего не в первый раз с тобой. Лезешь в ютуб, пытаясь понять что же это такое, но ничего не находишь, просто потому что действительно никаких полноценных гайдов на эту тему в российском ютубе попросту нет. Здорово мужик, ну или здравствуй мадам. Меня зовут DreamXLeo или просто Леонид Пермяков и я снимаю видео о CS 1.6. И давно у нас не было тем с решением каких-либо ошибок. И сегодня как раз тот самый момент, когда я расскажу тебе, как же решить эту проблему. Буду говорить четко, без лишней воды, так что поехали. И раз уж мы заговорили об этой частой ошибке, посоветую вам сервер, где вы вряд ли ее встретите. Это проект серверов Пьяный Ёжик, Микрос 16 лет. Девушкам с ним, а также топ 3 игрокам дается випка бесплатно. Адекватная администрация, конкурсы, хорошая защита читеров и уникальные модели оружия игроков. А еще 40% скидка от меня на випку. Пишите промокод в сообщении группы. Все ссылки найдете в описании. Итак, к теме видео, которое меня попросили снять даже сами подписчики. Reliable Chain Overflowed в переводе с английского означает то, что надежный канал просто перегружен. В этом и есть суть, что канал данных, по которому идет их передача от сервера, на котором вы играете к клиенту, непосредственно к вам, просто-напросто перегружен. И поэтому вас выкидывает из игры. Прежде чем я объясню решение проблемы, скажу важную вещь. Проблема в большинстве случаев у самого клиента. То есть у самого игрока. Но если такая проблема возникает у многих игроков на сервере, то это может быть вполне стать проблемой и самого сервера. Итак, решение касаемо того, если вы админ и у многих ваших игроков такая проблема на сервере. На вашем сервере. В большинстве случаев это происходит из-за какого-либо плагина. Или даже ряда плагинов. Скорее всего, просто какой-то модуль на сервере. То есть плагин очень сильно грузит клиентов. Поэтому их выкидывает. Также проблема может быть связана с хостингом, на котором расположен сервер. Или же в его железе. Так что в первую очередь админу стоит повыключать часть плагинов и тестировать. Решение проблем будет достигнуто только тестами. Выключай какие-то плагины и тестируй, не повторяется ли проблема. Но что делать, если только у вас на сервере такая проблема. А у всех остальных все прекрасно. Причин здесь большое множество. Сейчас я перечислю их. И самые первые среди них будут. Ребят, самые актуальные. И чаще всего являющиеся корнем самой проблемы. Самое распространенное это неправильная настройка параметров RAID в клиенте. Которая отвечает за передачу данных от клиента до сервера и обратно. Попробуйте снизить значение переменных KL, KMD RAID и KL UPDATE RAID до 20 или 30. Должно помочь. Для тех, кому интересно, низкие значения ставят те, у кого слабый интернет. Он же не успевает обоватывать пакеты информации. И поэтому просто выкидывает из игры. Вторая причина это как раз таки слабый интернет. Но тут особо ничего не добавишь и рекомендую что-то с этим сделать. Третья причина, возможно, даже более весомая, чем вторая. Это загружить вашего интернет-канала. То есть вашего интернет-соединения. Что, собственно, логично, если перевести ошибку на русский язык. Решение ее также логичное. Вам нужно отключить какие-то программы, которые жрут ваш трафик. Те же скачивания, порнушки с торрентов. Загрузку или буферизацию видео с ютуба или социальных сетей. Скачивание чего-либо другого. Да и в общем закрыть все ненужные приложения и программы в системе. Которые вам не требуются во время игры в CS 1.6. Также загруженность канала может быть из-за того, что просто-напросто ваш провайдер проводит какие-то технические работы. И поэтому скорость соединения падает. А если у вас локалка или есть какие-то компьютеры или устройства, которые также пользуются вашим интернетом. Интернет-соединением. То здесь явно проблема в этом. Вам просто не хватает пакетов. А если вы сидите с Wi-Fi, то тут вообще нечем удивляться. Явно слабый сигнал. Четвертая причина. Вирусы. Да-да, вирусы. Проверьте ваш компьютер на наличие вредостного ПО специальными программами. Например, Dr. WebCrate. Они спокойно могут тормозить вашу систему и жрать интернет-трафик, друзья. Перегружая канал. И пятое. Некоторые поговаривают, что причина может быть в том, что у вас просто засранный, извините за выражение, клиент игры. Слишком крупные файлы конфигов, логов, скачанная там может быть музыка или какие-то другие файлы с серверов и так далее. Вы можете почистить клиент вручную. Может помочь. Либо удалите его через панель управления в Windows. Затем удалите вручную папку с КС, куда устанавливали, в корзину. А затем поставьте по новой. По новой поставьте. Установите КС. Кстати о КС. Многие подписчики хвалят мою сборку по КС 1.6. Она классическая, без лишнего хлама, но зато настроена очень добротно. Многие пишут мне каждый стрим и под видосами, что дают на ней очень хорошо. А главное, никаких проблем при этом не испытывают. Можешь попробовать скачать, может поможет. Есть, кстати, и классическая КС 1.6, просто чистая. На главной странице сайта сможете тоже найти. Ссылка в описании. Пробуем. Ну вот, в целом, это все известные людям причины и способы их решения. Я тоже иногда сталкивался, на самом деле, ребят, с этой проблемой. Но так как у меня интернет хороший, очень редко я с этим сталкивался. И скорее всего, причина была в сервере. Я искренне старался тебе помочь. Если так и есть, поставь, пожалуйста, лайк на это видео. Дабы показать, что я проделал эту работу не зря. Обязательно после лайка поделись видео с друзьями. Кнопочка под видео поделиться. Помоги им тоже, если у них есть такая проблема или была. Пусть тоже знает причины и решения. Ну и напиши комментарий, конечно, помогло тебе это видео или нет. Обязательно прочитаю. Да-да, я читаю комментарии и даже отвечаю. Если понравилась моя подача, подписывайся на канал. Ставь активным колокольчик, я тебя не разочарую. Ну и не забывай про проект серверов Пьяный Ёжик и мой промокод. Он в описании на скидку 40%. И мою чистую сборку КС 1.6, с которой у тебя явно будет меньше проблем. Правда. Многих хвалят. На этом у меня все. Увидимся в новом видео уже совсем скоро. Пока, мой друг. Удачи и до новых встреч.